С сегодняшнего дня улица Станюковича перекрыта не только для автомобилей, но и для пешеходов. Появился забор, за которым ведутся активные восстановительные работы. Также пригнали и буровую установку для геологической разведки. Буровая установка делает скважину глубиной в 25 метров. Она поможет специалистам изучить состояние грунта в месте обвала и определить, существует ли угроза для соседних зданий. А вот что уже точно известно, так это состояние магистрального трубопровода, который обнажился после обрушения подпорной стены. В таком виде он долго не провисит, держится на честном слове. А ведь эта теплотрасса обслуживает большой микрорайон на Эгершельде. 104 дома, 3 детских сада, 3 школы и одна больница. Местных жителей сегодня больше всего беспокоит, не переломится ли труба под собственным весом. Опасения сразу появились. Очень сильно переживала. Очень. Без решения вопроса с трубопроводом невозможно начать ремонт дороги и подпорной стены. Поэтому все силы сейчас брошены на спасение теплотрассы. Повисший над провалом участок трубы отрежут. Параллельно проведут новую магистральную нитку. Сейчас на место прибыла необходимая строительная техника. Завезены материалы. Ведется установка бетонных блоков, которые станут основой, для того, чтобы на них уложить новую теплотрассу. Сама труба тоже в процессе подготовки ведется. Ее нарезка под необходимые размеры. Огороженную площадку оснащают мощными световыми приборами. Это позволит коммунальщикам работать в круглосуточном режиме и завершить восстановление теплотрассы в максимально короткие сроки. Владимир Клюшников, Екатерина Таланова, Панорама.